Дорожное движение Дорожное движение Руководитель региона поздравил начальника управления Александра Колпакова и его коллектив со знаменательной датой и поблагодарил за работу, которую выполняет многотысячный коллектив управления, в том числе за поддержку Карачева-Черкесии. И поблагодарил Александра Сергеевича за помощь в организации данного мероприятия и вручил ему высшую государственную награду республики, орден за заслуги перед Карачева-Черкесской республики. Также государственные награды республики получили члены коллектива управления делами президента России, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Карачева-Черкесии. В ауле Кубина открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за освобождение Белоруссии Хмаре Дагужееву, имя которого носит общеобразовательное учреждение. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым приняли участие в памятном мероприятии. Альбина Куроченова-Кенжева расскажет подробнее. Мероприятие началось с гимнов страны и республики. Память солдатов, отдавших жизнь за родину, почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовали гости, общественные деятели, родственники Хмары Дагужеева, педагоги и ученики. Были интересные рассказы от стражил аула, где все окунулись в историю. Всего в освобождении Белоруссии участвовало 1438 жителей Карачаева-Черкесии. Один из них – уроженец Кубины Хмара Аслангиревич Дагужеев, отдавший свою жизнь Белоруссии. На мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг. Когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм Хмары к своему отечеству. Сегодня его имя носит средняя школа и улица в родном ауле. Родился Хмара в 1920 году. Был призван в ряды советской армии в 1939 году. Вскоре началась война. Дагужеев был отличным бойцом. Благодаря ему сбито с рельсов два паровоза, которые тянули на фронт вагоны с техникой и оружием. Хмара Дагужиев сделал много в боях, был храбрым. В отряде пользовался авторитетом. Все бойцы брали с него пример. Хмара всегда рвался в бой и просил как можно больше у командиров ответственных боевых заданий. Погиб Хмара героически в 1944 году. Ему было всего 24 года. Школьники с большим интересом слушали отрывки истории на митинги. Мемориальная доска – это напоминание ненужному поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмара Асангиревича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьей, родиной и самим собой. Будут служить примером истинного патриотизма. Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, просветания нашей страны и малой родине. Во время войны Хмара Асангиревич показал себя настоящим воином. Взрывал, пускал под откос поезда гитлеровской Германии. Наша школа носит его имя. И в дальнейшем мы будем с честью нести его имя. Имя Хмары Асангиревича Дагужиева. Директору и учителям вручили благодарственные письма от сенатора за патриотическое воспитание подрастающего поколения. После торжественного открытия доски присутствующие возложили цветы. Затем прошли в школьный музей, в котором хранятся альбомы о славном сыне Абазин, герои Белоруссии, фотографии, рассказывающие о встречах в Пегановичах и Кубине. Учащиеся кубинской школы гордятся учиться в учреждении, в котором учился Хмара Дагужиев, и будут чтить память своего героя. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На площадке регионального народного фронта прошло обсуждение одной из наиболее острых для Карачаева-Черкесии проблем. Кто несет ответственность за несвоевременный вывоз мусора? Можно ли обязать обслуживающей организации более ответственно подходить к своим обязанностям? Как решить проблему стихийных свалок? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти эксперты из различных ведомств и общественных организаций. Подробностью Артура Мхце. Проблема несвоевременного вывоза мусора для Карачаева-Черкесии не нова. Варианты ее решения периодически озвучиваются на самых разных дискуссионных площадках. Недавно вопрос по теме звучал в ходе прямой линии с главой республики. Представители регионального народного фронта также не первый раз привлекают внимание к проблеме, приглашая сотрудников ряда профильных ведомств и организаций совместными усилиями все-таки выработать единую концепцию в борьбе с теми, кто мусорит или не убирает. Общественники постоянно мониторят все очаги стихийных свалок и скопления отходов на официальных контейнерных площадках. Проблема в том, что наши управляющие компании делают вид, что придомовая территория, ее очистка, в том числе и вокруг контейнерных площадок, их содержание, как это здесь указано, их не касается. Резюмируя, ответственность за несанкционированную свалку, вне зависимости от того, в чистом поле она возникла или в городе, вне зависимости от того, вокруг она контейнерной площадки, организованной и учтенной, либо в неположенном вообще месте вдруг организовалась, в первую очередь несет собственник этого земельного участка. То есть мы идем от земли. Понятно, что виновное лицо должно ликвидировать свалку, но установить его получается далеко не всегда, поэтому бремя ответственности падает на собственника территории. Но скоро можем прийти к тому, что все места складирования мусора будут находиться под видеонаблюдением. Тогда найти ответственных за тот или иной проступок не составит большого труда. Объем обращений большой, как правило, более половины обращений обоснованными, признаются обоснованными и заканчиваются принятием мер прохожеского реагирования. К региональным операторам вопросов много, работа ведется планомерно. Опять же, где-то имеются объективные причины, по которым происходит сбой в работе региональных операторов, но, опять же, это не свидетельство о том, что должны быть какие-то поблажки применены к деятельности рекоператоров. По мнению представителя природоохранной прокуратуры, к решению мусорной проблемы должны привлекаться и органы местного самоуправления, и управляющие компании. Наиболее действенной мерой видится не увеличение штрафных санкций, а не отвратимость наказания. Ведь если не ловить за руку виновных, любыми утвержденными на бумаге суммами никого не напугаешь. При этом в сельской местности найти авторов таких грязных залежей не так уж сложно. Прокурорам указано на руководство министерства о том, чтобы не делали никаких поблажек органов местного самоуправления, так как все в основном свалки, которые расположены на землях сельского поселения, они образуются не в одночасье, это такой достаточно длинный процесс. И лучше, чем на местах, о нарушителях никто не знает. Задача таких дискуссионных площадок – обратить внимание общественности на серьезность проблемы. В данном случае и на вред экологии региона тоже. Быть может, тогда люди несколько раз подумают, прежде чем решиться на правонарушение. Или создателям стихийных свалок и недобросовестным обслуживающим организациям подобная картина куда милее. Артур Мухцель-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В университете «Синергия» состоялось заседание научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии под председательством заместителя прокурора республики. Тема мероприятия – привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Подробнее Дарья Тендит. «Транспортные средства очень плотно вошли в жизнь человека. Сейчас, когда машина не роскошь, а необходимость, нужно четко осознавать ответственность, которую берет на себя человек, когда садится за руль». С приветственным словом к студентам обратился заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Аслан Дакшоков. Он отметил, что актуальность темы вызвана увеличением количества административных и уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. Арсен Джашеев, начальник уголовно-судебного отдела Карачаева-Черкесии, в своем выступлении рассказал о привлечении к уголовной ответственности за нарушение этих правил. «Мне, как директору, не безразлична судьба молодежи. Молодежь сегодня очень интересуется транспортом, хотят ездить. Но, к сожалению, не все знают правила дорожного движения и садятся за руль, за вождение машины. И иногда получается, что эти дети создают аварийную ситуацию». Свои доклады по заданной тематике представили студенты Северокавказской государственной академии и университета Синергия. В обсуждении работ приняли участие преподаватели вузов, студенты и представители научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии. Выступающим были заданы вопросы по теме их докладов. Студент второго курса университета Синергия Артур Махов во время выступления рассказал об особенности привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Эта тема в целом актуальна, потому что, к сожалению, у нас в республике это распространено. Мне, как будущему водителю, хотелось бы, чтобы дороги были безопасными, чтобы всяких бесправ не водилось там, и чтобы я чувствовал себя хорошо и не переживал за своих близких, когда они будут переходить дорогу». Члены научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии обсуждают актуальные вопросы применения закона не только в уголовном судопроизводстве, но и по другим вопросам. Они оценили проявленную инициативу студентов о внесении поправок в законодательство, регулирующее привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Растет число количества дорожно-транспортных происшествий. Оно растет в связи с нарушением правил дорожного движения. Многие студенты сейчас имеют автотранспортные средства. Кроме того, встают вопросы, относятся ли к автотранспортным средствам велосипеды, скутеры и так далее. Мы услышали доклады, которые нас поразили студентов глубиной мысли. Я записала для себя прям отдельные моменты, те, которые мы внесем, может, даже в Генеральную прокуратуру в качестве инициативы изменения закона». Работники прокуратуры активно отвечали на вопросы студентов и педагогов. Много нового и интересного узнали участники заседания. Закончилось информативное мероприятие совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. В рамках благотворительной акции «Копилка Победы» по всей республике пройдут мероприятия «Россия. Единство. Победа». Они проводятся единым республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаева Черкесии. В преддверии Нового года началась наша большая акция. Она предполагает массовое проведение концертов в каждом из районов нашей республики. И финальный концерт у нас состоится 18 ноября в городе Черкесске. Помимо этого, впереди уже наши новогодние праздники. И мы сегодня собираем книги, подарки. Все необходимое для того, чтобы отправить это нашим ребятам на передовой, но также поддержать Старобельский район, которому Карачаева Черкесия оказывает шефскую помощь. Для детишек из Старобельского района мы сейчас готовим новогоднюю программу, подарки. И здесь в республике также будет проведена елка желаний, где желания ребят из Старобельска и желания ребят из семей участников СВО разберут нашу коллегию, представители бизнеса, депутаты, все, кто сможет порадовать детей перед этими праздниками. Мусаайонов – певец, композитор и дирижер, который дарил свою душу каждый раз, когда выходил на сцену. Его музыкальный талант стал незабываемым в народной памяти, а песни до сих пор звучат в исполнении современных артистов эстрады. 15 ноября базинскому музыканту, заслуженному деятелю искусств Мусе Хаджи Магометовичу Йонову, исполнилось бы 80 лет. Его узнаваемый многочисленными поклонниками баритон вновь заиграет своим неповторимым тембром в сюжете Фатима Даурова. Тандем двух ярких представителей творческой интеллигенции республики поэток Керима Мхце и композитора Мусе Ионова создал один из музыкальных шедевров культурного наследия абазинского народа – песню «Дуней». Она в какой-то мере стала визитной карточкой певца, а мягкий лирический баритон Мусе Хаджи Магометовича стал украшением еще многих других авторских вокальных композиций. Сегодня они стали классикой эстрады. Мусе Ионов являлся уникальным самородком, имеющим особый музыкальный слух с самого рождения. Я всегда удивлялся его абсолютному слуху. То есть он мог идти по улице, часто он прогуливался, особенно после болезни, после операции на сердце, прогуливался, услышит какой-нибудь шум, и он мог эту ноту, это даже природного шума сказать, природного звука сказать, какая нота прозвучала. Более двух десятков лет Мусе Ионов возглавлял один из самых ярких вокальных коллективов своего времени – областной хор «Радио». Именно здесь проявились его педагогические способности наставника, а его прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля и доскональное знание материала сделали центральным фигурантом – дирижером творческого коллектива. Хор исполнял песни на всех языках народов Карачаева-Черкесии. Заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко рука об руку проработала с Мусой Хаджимагаметовичем много лет. Она до сих пор помнит свою вокальную партию на абазинском языке. Пусть меня простят. Это очень давно было. Поэт-песенник Беляль Хасароков держит в руках нотное издание музыканта – его первый авторский сборник. И среди песен Мусы Ионова есть особенная, любимая, которую Барт всегда исполняет на своих выступлениях. Песня называется «Берегите землю» на стихи Керима Мхце. Для меня вот эта песня еще дорога тем, что Муса сам мне показывал аккорды для игры на гитаре. Именно авторские его аккорды. Это не просто кто-то подобрал на слух. И даже еще какие-то моменты, нюансы какие-то еще объяснял. Воспоминания о нем его современников полны ностальгической грусти о близком человеке и наставнике. Я работаю с хором, разбираю новую вещь и прошу. Говорю, Муса, ну пожалуйста, сядь в баритоновую партию. Ну, не идет и все, особенно если что-то сложное. Все, Муса туда сел, один голос. Все, баритоновая партия зазвучала. Вы по нему скучаете? Очень. А его не хватает. Вообще мне эта фраза не нравится. Незаменимых людей нет. Я убедилась. Есть люди, которых заменить нельзя. Вот из таких и Муса. Муса Ионов ушел из жизни рано. Ему было всего 53 года. Большую половину из которых он посвятил служению музыке. Его творческое наследие – это национальное достояние абазинского народа. А достоянием самого автора стала его семья, которая была ему опорой в жизни. Его дочь Мадина Ионова сегодня является хранителем телевизионного архивного фонда ГТРК Карачаева-Черкесия. На этих полках – часть истории развития родной республики. И среди старых видеокассет и новых цифровых носителей бережно хранятся архивные видеозаписи с выступлений имени этого отца. И когда его песни звучат из телевизионных экранов и со сцен концертных залов, из торжественных мероприятий, гордость за отца переполняет сердце дочери. Пели и черкесы, и абазины на этой свадьбе эту песню. И мне, знаешь, вот так мурашки по коже шли, потому что, ну это же приятно, когда ценится его творчество. Не однодневная эта песня. Помню, поют дети, которых еще в принципе не было на свете, когда он ее написал, эту песню. Это дорогого стоит. Это, наверное, самое дорогое, что ты можешь заработать в этой жизни. Это добрую память о себе. Фатима Даурова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите специальный репортаж Фатимы Дауровой о кружке по стрельбе пластом.